Прошло три дня. Тот же апрель. Снег идёт так же. Нет весны. Пола. Снова вечер. В шиномонтажке свет горит. Другой какой-то парень копошится там что-то под лампочкой. Колесо ремонтирует или что-то другое делает. С крысой играет, смеётся. У него музыка играет какая-то из радио. Подъехал тот самый Мерседес. Виктор за рулём. Вышел. Прошёл к своей четвёрке. Стукнул по колёсам в ботинку. Машина завизжала сигнализацией. Виктор достал брелок из кармана. Выключил. Успокоил машину. Стоит. Улыбается. Одет он с ног до головы в новое, модное, красивое, фирмовое. Прическа другая. Совсем другой. Ира вышла из магазина на крыльцо. Накинула куртку на плечи. Стоит под фоналём. Курит. Не смотрит на Виктора. Тот подошёл. Встал рядом. Выстав. Печал. Курюва. Не надо курить. Кого учишь? Курить не надо. А твоя-то не курит, что ли? Кого взяли работать? Мальчишку из посёлка Ваню зовут. Пешком три километра идёт он и рад. Без работы раз. Ему весной баром. Крыса моя жила? Чё, забрать хочешь? Крыса два года живёт. Жила. Ещё год. Ещё год протянет. Заберу. Крыса-крыси. Крысёныш-крысёныш. Забери, конечно. Машину свою тоже забери. Мешает. Кому мешает? Забирает. А на что она не нужна? Ну, конечно. Теперь-то. Ну и стоит. Рожареет. А крысу заберу. Стоят, молчат. Виктор путается в своё кожаное болто, в шарфик. Ира в свою куртку бухарит. Чё приехал-то? И приехать нельзя. Чё приехал-то? Так. Не звонил, батарейка села. Хм. А я так и поняла. Я искать не стала. А что меня искать? Мать-вы-то своей позвонил, батарейка не села. А она мне и сказала, что тебя по моргам не надо искать. А что ей нервничать? Она старая. И чуть побольше, чем твоей. Ненамного. Она старая. Нельзя нервничать. Кто? Вот и позвонил. Ну, а мне-то можно нервничать, да? А что я тебе сказал бы, если бы позвонил? Надолго к нам? Нет. Мне узнать, как приоделся. Сама сказала, ездить с ней. Вот я и поехал. Ну да, сама сказала. Правильно. Тут движуха никакой. Правильно. А там движуха-то есть, да? Есть. Я сказала. Я сказала ей, да возвращайся. А не ездить с ней насовсем. Ну, задержался, да. Так что, все? Вернулся? Нет. Сейчас назад надо. Я поняла. Надо же. И правда ведь сама выпал кола. Какой ты стал. Прям артист. Красивый. Пролетает через переезд поезд. Ира бросила окурок в снег. Взяла за ручки дверь и хотела уйти. Виктор дверь ногой прижал. Остановил Иру. Пусти. Хватит, да. Ладно ты. Успокойся. Стопэ сказал. Короче, у нас все останется в силе. У кого короче, тот сидит дома и отращивает. Знаешь сам. Я сказал Стопэ. Ира молчит, смотрит на Виктора. Знаешь? А ведь через 10 лет на тебя никто даже не посмотрит. На улицы. Никто не обернется. Это ты сейчас такой красивый. Машина остановит собаку, за тебя дерутся. А что будет через 10 лет? А? Никто не посмотрит. Все уйдет. Будет у тебя морда пропитая. Красная. Руки грязные и грубые. Кто-то будет смотреть эту фотокарточку 10-летней давности и думать. Не, не может быть, чтобы это был один и тот же человек. Жизнь размагничивает. Человек отталкивает, не тянет к себе. Никто на тебя не посмотрит через 10 лет. Будешь только сидеть с пьяными мужиками и вспоминать, как на тебя бабы бросались. Станешь гудявой, гунявой, лысой и страшной. Надо же. Ты один в один говоришь, как она говорит. Похоже, да? Похоже. Похоже, как клюшка с шарью. Откуда ты эти слова выучила? Это тебе любая баба скажет. А ты чего разговариваешь, спрашиваешь? Было время подумать. Вот мысли свои тебе и говорю. Стопе сказал. Че стопе-то? Короче, у нас все остается в силе. Что в силе? Выгнала на тебя? С чемоданом денег приехал? С заработков? С каких заработков? Тебе бы такое. Так что? Все в силе. Мы с тобой поженимся, будем жить. С хатой она поможет. Ну а что обещала-то? А где я нам хату возьму? Тут заработаю? Ага. Ну а что? У меня денег миллионы. Ну а что тут? Она хорошая, она не врет. Она по-честному, противному, правду говорит в глазах, как есть. Ну а что? Сказала, что не хочет нам на пути стоять. Ну что? Я ее не люблю. Я себе. И она меня так же. Так вот, удовлетворение потребностей. Ну раз деньги. И что тут такого ты сама хотела? Перехотела. Перенехотела. Слушай, ну все мужики живут так. По десять любовниц у всех. Да? Это она тебе все рассказала, научила? Да. Если бабки есть содержать, то чего бы и не содержать. И хоть двадцать любовниц. Ну, все так живут. Я тебе что, глаза открываю? Ну ладно. Стой. Не уходи. Ну согласись со мной, ведь я тебя люблю. Знаешь что? Что? Ты такие страшные слова никогда не произносил. Какие слова? Ну вот эти, я люблю тебя. Поосторожней надо. А тебе денег не надо? Если в доме нет денег, привяжите к Жерке Вени. Чего? Того. Стой, ну что ты как это? Да я не этой, иди к своей этой. Ну ладно, я понялся. Сыграла ты хорошо, оскорбленную и униженную. Ну и хорош. Теперь играй дальше. Да, я обижена, но согласна. Чего? Да ты понимаешь, что мне как повезло. Как миллион человек не везет. Ой, я так рада за тебя. В нужном месте ты оказался. Ага, в нужное время. Ты что, теперь сейчас отмудохну? Пусти отмудоха эту. Открыл от двери, вошел в магазин. Виктор курит. Открыл дверь, лечит с породок. Сука, погана. Ты сухая. Ты не давала мне до свадьбы. Вот и все. А я мужик, парень молодой. Мне охота, понимаешь? Вот и все. Раз это позвала, я и пошел. Ну не смотрят на меня через 10 лет. Ага, посмотрят. Еще как посмотрят. Не боитесь. Вот и сиди там, шалапа, в грязи сиди. А мы вот с ней в Таиланд поедем. А ты сиди, сука, вывесила, мозг вынесла. Тварь поганая. Вот так мы с вами клопа греем. Он надувается. Сиди тут, жрец и бич пакет. Подошел к бицепсу, стукнул по колесу ногой, сел в машину, сидит курик, не уезжая. Третья картина. Прошло еще три дня. Раннее утро. Виктор в той же грязной рабочей одежде, в шиномонтажке колесо ремонтирует. Смотрит в окно. Все так же идет снег. Ира пришла к магазину, открывает замок. Видит Виктора. Зашла к нему в шиномонтажку. Стоит на пороге. Дверь, закрывай колу. Вот здрасте. Губы покрасьте. Это что такое? Здорово. Ты быка, а я корова. Бык останется быком, а корова с молоком. Это что такое? Давно не виделись. Три дня. Три дня прошло цело. Ну, вот видишь, я снова на работе. Снова уже тут. Чего, выгнала? Быстро ты ей надоела. Почему выгнала? Отпустила, подела. Работать снова будешь у нас, да? Руки в масле, жопу вмыли. Мы работаем на Зиле. Ну, примерно. Слушай, а какие у тебя дела? Да сегодня про насочетание забыла. Два часа дня. Всяли мы в четверку, съездим в ЗАГС. Гулянки только не будем. А так все как полагается. Штамп в паспорте сделаем. Ну, что молчишь? А что сказать? Ну, что-нибудь. А тебе зачем штамп? Ну, вдруг я помру, все мое богатство тебе пусть достанется. У тебя богатство получилось? На. Достает из кармана в штанок и протягивает ты ей коробочку. Это что? Польца сводим. С бриллиантом. Дорогие и красивые. Ира открыла коробочку, смотрит на польца. Надо же. Это она тебе купила, да? Ты позвоните тебе, и пусть она к вам приедет. Сменит тебе. А я Байна сказал, что погулял до двух тоже. А я тут пока. Придет потом, поработает до утра. А почему до утра? У нас с тобой будет первая брачная ночь. Я гостиницу снял. Раз не будет с абонду, это вдвоем отправлю. А, все вдвоем, да все вдвоем. Да где мы третьего-то найдем? Давай, звони, собирайся. Времени мало осталось. Я позвонил маме и Ленке, они подъедут свидетелями. Ну, он все организовал. А надо же. Бегом все. А это что тебе не звонит? Телефон-то почему не разрывается? Они ищут тебя, что ли? Или договорились с ней, что она тебя отпускает на твою свадьбу? Почему не звонит? А у меня телефон с ней в режиме в самолете. Отключил. Ах, в самолете, значит. То есть летаешь ты у нас тут, да? Летаешь в небесах, да? Над нами летаешь. В туалете на нас срешь, так? Молчанием. Виктор взял Ирину за руку, толкнул в угол. Она упала в кресло. Он закрыл дверь, говорит, быстро и зло. Значит, с тобой ты сука. И слушай, сука. Сядь ими, играй мне тут целую невредимку. Я с тобой долго жить собрался. Долго жить и буду. Я хозяин в этом доме буду. Я буду диктовать. Я буду говорить. Что делать-то? Ты не дракай с Макплинтусом. Молчи, слушай меня. Ниже половицы, чтоб было. Все будет. По-моему, а не по-твоему. Ты сука, санка. Будешь мне рожать детей. Родишь мне 10 или 15 парней. И чем больше, тем лучше. И вот слушай. Родишь, они вырастут. И будут жить не так, как я. Не так, как ты. Не так, как мой отчим. И моя мать алкаши. Не так, как твои родаки. Не так, не так, не так. А иначе. Красивее и полезнее. Нужнее и важнее. Чтобы их родить здоровыми и сильными. Ты сука, будешь жрать самое вкусное, самое дорогое, самое неотравленное. Чтобы они родились, росли и не болели, как я. Которого мамка, челночница, родила по дороге из Турции на Урал. Среди сумок, лечебных поездей. Ты сука, понимаешь, от чего я спасаю свое потомство. Да хер, ты понимаешь. Но пойдешь потом. И ты никогда не будешь спрашивать у меня, откуда у меня деньги. Или почему я где-то задержался. Или не ночевал дома. А будешь мне всю жизнь благодарна. Знаешь такое слово? Благодарность. Благодарна за то, что я тебя и детей наших из грязи вытащил. Твое тело из носа пятна в робхан. Не кшни, погадый рот не раскрывай. Я за эту неделю узнал так много, как тебе не узнать за 20 лет. Узнал, что можно есть другое. Пей другое. Иначе жить. И быть спокойным за завтра. Не жить так, как я и ты живем. В Холливуд жрать говно, подгонивший быть счастливыми. И рады только этому. Можно жить иначе. Не крысенышем. И для этого не надо ногти в кровь ломать, чтобы выжить. Чтобы выжить, а не просто жить. Можно просто жить. Что попал не в водоворот, а в струю, в которой мед тянуло и затягивало все 20 лет. Ты меня поняла? Молчание. Виктор держит тыру за руку, стоит над креслом. Пусти мне больно. Да еще не больно. Больно будет впереди. Но я могу тебе сделать больно. Если рот будешь отзевать и дать, заткнись и запоминай мои слова. Я не люблю тебя. И никогда любить не буду. Ты нужна мне, как производительница детей. Я не мог жить в детстве хорошо и красиво. Но дети будут жить хорошо и красиво. Так и полагаются люди. Они с коганом, а выйдут. И я в лепешку расшибусь, чтобы им было хорошо. Урекают каждому. Кто на пути встанет, им будет хорошо. Будет. А как я это сделаю? Да никого пусть не колышат. Буду я спать с бабкой, или с деткой, или с крысой, сука. С козой, блядь. Это не ваше дело. Вас не касается. Идите, занимайтесь. Занимайтесь, поняла? Но грязи в этой я жить не буду. Ты меня поняла? Я понимаю, я понимаю. Тише ты, успокойся. Раз поняла, я дозвоню тетю любить. Раз. Все. Ира встала. Вышла еще на монтажке и ушла в магазин. Виктор отбил клетку, достал пенсок. Держит на руках, гладит, умывается. Ну что, малышок? Тяжело в клетке. Ну нельзя тебя выпускать, понимаешь? Убежишь сразу. И сразу тебе капут. А жизнь у тебя короткая. И два года все. Наши два года, это твои 70 лет. Наш месяц проживешь. Виктор сетчет пять лет прошло. И видишь, как время твое бежит. Один день наш, три твои месяца. Надо успевать. А ты ничего не успеваешь. Только ржешь. И живешь. Самку тебе покупать нельзя. Потому что она будет каждый месяц таскать тебе по 10 штук. Не тебе, а мне. Ты ведь кормить не сможешь, да? Как ты в клетке сидя сможешь ее и всю арабу прокормить? Да никак. А я же что? Я топить должен. Была бы змея, скормила бы. Эх, ей. Как-то стремно на твоих глазах змею дитями кормить. Да и не смогу я оставлять. А кто кормить, спрашиваю, будет их. Ты ведь в клетке сидишь. Не можешь ходить, работать, добывать еду. Даже вот в шиномонтажке не сможешь работать. Силы нет у тебя никак. Вот и присядничаешь, ждешь, когда я тебе что-нибудь дам пожрать. Ты только если тебя выпустить, спиздить где-нибудь, что ты сможешь. Ну, кусок хлеба, кусок мяса, кусок сыра. Ну, по мелочи. Видишь, как мы с тобой похожи. Однояйцевые близнецы просто. Только разница в том, что я из клетки вылез. Захотел много крестинят своих иметь. Хочу, чтобы они ели хорошо. И нашел хозяина, который их кормить будет. И я буду в его цирке на задних лапах стоять. И что? Денег даст. А деньги на дороге не валяются, сам знаешь. И пусть они будут жрать хорошо. Ведь мне жить два года всего. Мне торопиться надо. Понимаешь, Костюша? Пришла Ира. Кям-то тут. С малышком, а с тобой. Не в порядке, блин. Посуди в клетку. Сейчас бежит. Готова. Голому собраться под поясницей. Вот и славно. Поедем сейчас. Сейчас. Подожди. Сидит в кресле, держит крышу в руках. Плачет. Ира рядом села, владеет его. Тоже плачет. Тихо на улице. Поездов нет. Машин тоже. Четвертая картина. Еще три дня позади. Идет снег. Апрель в середине. Под грибком стоят Ира и тетя Люба. Курят. Тетя Люба. Деньги все делает Иришенко. И его уделали. Он вернется. Три дня только после свадьбы прошло. Конечно вернется. Только три прошло. Вернется он, говорю. Он да не он. Понюхал раз в другой жизни, не он будет. Это ведь как наркота, как зараза. Подсел на нее и все, не сойдешь с рельсов. Подсел и все. Я сына похоронила, ему 20 лет было, от наркотиков помер. Поздно его родила, в 40. А ему было 20, как умер. Ты не рассказывала. А что рассказывать? Мне 60 часа. Смотри на меня. Вот во что человек превращается, как стареет. Я его винила сначала, как он таскал из дома все и кололся. А потом понял. А потом поняла, как он помер. Это же я виновата. Я хотела, чтобы он помер. Только и говорила всегда, скорее бы он помер. Толкала его по всем врачам, больницам. Сколько денег угрохало, напрасно. Да, говорила про сына родного. Скорее бы он помер. А люди от меня шарахались. Да уж. А уж сил не было. Куда я его только не возила. Как я его только не лечила. А все, все вынес из дома. Я недели мне не спала. Не хочу вспоминать. Да, сама виновата. Не рожает свинья бобра. Гуляла так, что земля дрожала. Я в бабку. Бабка, мать моя рассказывала, бледежка была. Жили в оккупации на Украине. А ей по хер. Молодая, бледовала с фашистами. Весело ей было. Я уж помню ее потом. Седую и старую. Вот как я сейчас. И правильную такую. К старости. Напустила на себя правильность. Все меня жить учила. Как надо и как не надо жить. Я смотрела на нее и думала. Высоко ты летала, сука. Да низко села курва. Так вот и я. Видишь, вот. Машины мою. Последний промысл. Я уже пенсию разбитого корыта. Ты не переживай. Другого найдешь. Есть мужики. Поискать надо хорошенько. Захмутать какого-то. Тоже учишь. Учего. На своих ошибках. Чего уж. Как бабка моя. Всех подучиваю. Тетя Люба. Мне так тяжко. А кому легко? Да я давно заметила, что она к нему ездить стала. Ты что не сказала? Ну что же я полезу. Приезжала эта змея золотая к нему много раз. И все за ним смотрела. А тот дурак не видит. Красивый какой я дурак. Бог что-то дает, а что-то все равно заберет. Ему дал красоту, а ума не дает. Она три раза колесо у него меняла. У меня машину пять раз сняла. И все на него пялилось. Я же не слепая вижу. Я мою. А она выйдет, встанет и смотрит. Как Витька работает. А потом видела. Я дождалась даже, как он с работы поехал на своем жигуленке. А она за ним следит. Аж на красный свет рванула под носом поезда. Вот как чешется у нее. Теперь не чешется поди. Почесал он ей. Почесал. Да что ж ты мне ничего не говорила. Тетя Люба. А то и не говорила, что ничего бы ты не сделала. Захлопнулась клеточка. По себе знаю. Страшные дела делаю деньги. Все делает, переворачивает людей. Аж судорогами ее всех тянет. Мне первый любовник денег дал мало. Хорошо да мало. Второй дал мало. Третий больше. Потом больше и больше. Хорошо. Ни за что. Красота. Красивая жизнь. И что? А пролетела пуля. Смотрю назад. Пепел лежит. И все. Мармония продался. Кому? Мармония. Так в интернете говорят. Света ее зовут в роде. Ну да. Я же его и послала к ней. Сама послала. Думала денег привезет на свадьбу. Даст ему эта змея золотая. Думала денег даст. А потом забудем. С чистой листа все будем жить. А что он красавчик молодой. Заработал бы запросто так вот. Как ты говоришь. А видишь как? Обернулась там. Ты правда? Ну правда. Правда. Молчание. Дура ты сука. Дура недоношенная. А что сейчас крокодилов и слезы вьешь? Что стоишь тут смурнаня? И любить-то ты Ирка не умеешь. Да ты умеешь. Вон что рассказываешь. Самый страшный ангел. Раскачется дьявол. Ну да. Плачет мне тут. Слезы мне тут плюет. Горючее. А чего лить? Раз сама его продала. Да продала как нищая за три копейки. Да подороже. Подороже. Ага. Говорит любовь. В дуанчике. Ага. Не смеши мои подметки. Никого ты не любишь. Так себя тешишь. Ну как все. Обезьяны чи-чи-чи продавала кирпичи. За веревку дернула и тихонько пернула. Вот именно. А теперь на меня смотришь глазами с ручьей кошки и жалуешься. А хера не жаловаться. Да никому я не жалуюсь. Что ты на хутор бабочек лови? Тоже мне стыдно выговаривать. Идиотка ты старая. На себя посмотри. Чудовище лесное. Мне носить нечего. Тетя Люба. Ты понимаешь это или нет? Я сколько могу с экохэнди деваться. Я молодая. Понимаешь? Не считай заколебала. В телевизоре вам как живут. Да жери ты как хочешь. Чтобы я тебе со своими советами. Мне параллельно, перпендикулярно. И что с тобой говорить толку нет. Ладно пошла я в машину. Мы приехали ко мне. Многие подъехала дорогая машина. Люба пошла к машине. Потом вернулась. Хватила ее за куртку. Шипит. Убила бы тебя тварь под этой рукой. У меня одна рука малина. Другая смерть и половина. Убила бы. Я ведь убивала, сидела в тюрьме. Убила бы. Это ты, ты, змея золотая. Не она, сука, и змеюка. Ушла. Ира стоит, плачет. Ветер сильный воет в лесу. Снег идет мелкими хлопьями. Тишина стоит. Поезд не едет. И машин нет на приезде. Вдруг вымерло все. Пятая картина. И еще три дня минуло. Все тот же грязный снег ползет от дороги. Тая ползет в лес, обнажая грязную землю. Будто кожу земли снимает. Ползет. И там, где-то в гнилой листве, чаще прячется и тает. Машины стоят на переезде, ждут поезд. Красные фонари мигают. Звонок звенит. Виктор идет по дороге к шиномонтажке. Идет босиком, без куртки. Он в спортивных штанах с белой полоской сбоку, до пояса голый. Идет, падает, пачкается грязи, падает, поднимается, снова идет. Мужички из машин выглядывают, посмеиваются на него. Мол, загулял парень. Виктор идет, оглядывается, будто ищет дорогу. Подошел к шиномонтажке. Под ковриком нашел ключ и открыл дверь. Вошел, лег на топчан. Куфа этой грязной закрывается. Его трясет. Люба стояла у мойки под грибком. Курила. Увидела Виктора. Пошла к Ирю в магазин. Позвала ее. Вместе бегут к Виктору, шиномонтажку. Вошли. Встали у порога. Смотрят. Что, пацан? Будда там, Будда. Воды дать тебе, заболел? Будда там. Соглеем у чая, давай быстро. Что, Витя, что? Что? Такой праздник. Нижний ковер большой. Много народа. И я сбежал. И все цветные одежды, все цветами поют. И идут вперед. А в центре сидит Будда. Огромный такой. На телеге. Ему везут все пляши. Вокруг него он улыбается. У него веточки зеленые в руках. Он ими машет. Но он слепой. Он не видит ничего. И они идут на меня, двигаются. Ковром эти меня накрывают. И красивый, и страшный. И я убежал, все меня закрывают. Они пляшут Будда. Там я убежал, убежал. Ира суетится, электрочайник включила. Чайник шумит. Стоят, обе смотрят на Виктора. Молчание. Витя, Витя, что случилось? Ты заболел? Ты не видишь, что ли, дура? Ну, что видеть так? Ширанулся или таблеток наглотался. Вот его и канаебит. У меня с сыном так было всегда. Что ты пил, Витя? Ну, таблетки, уколы. Идет. Сюда Будда. Идет, идет, идет. Ты лежи, лежи. Сейчас горячего чая я тебе дам. Ира, ты, 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 ты держи меня за руку. Сядь рядом. Не так страшно. Держи руки мне. Давай сядь. Это долго будет. Держи его. Я полотенце на мочу снега принесу. Постой. У меня сонники есть. Путь выпит. На. Эй, ты что ему даешь? Таблеточки. Я на них давно сижу. Дома на них сижу. Успокаиваю. Сон тянут. Может, и он усер. Ага, он же накладался у таблеток. Да не лезь. Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Сколько раз так было, что я со своим так. Ты сиди и держи его за руки, раз ему страшно. А я повешу там табличку, что не работает. Тетя Люба вышла, табличку повесила. Ира плотнее накрыла Виктора одеялом. Взяла тряпку, ноги ему обтерла. Села рядом. За руки его держи. Виктор трясется. Что делать-то, тетя Люба? Что, что? Змея золотая дала ему попробовать. Другую жизнь. Вот сука, а своротила парня. Не знает, как к своему хвосту его привязать. Ну, это конец, Ирка. Ничего ты не сделаешь теперь. Раз он попробовал один раз. Поколотит его, а потом снова возьмется за то же самое, как мой. Если змея золотая заползла, пиши, пропала. У парень, понимаешь, монетки золотые на донышко. Звякнули, а змея золотая по ним хвостом золотым прошурстела. Это конец, значит. Слушай, ты, дедушка Бажов, бабушка Арина, хорош уже. Скажешься ты херова. Ты скажи лучше, что делать, а? Запела тут русские народные сказки. Сиди вот так. Он сейчас уснет. Держи его за руку. У него на руке кольцо золото. Не мое. И что? Держи его. А то он может что хочет сделать. Под поезд бросится или под машину. Он не сидит. Сиди и держи его, как соломинку. Молчат, сидят. Виктор глаза закрыл, что-то бормочет. Тетя Люба закурила. Как ребеночек маленький, Господи. Тихо ты. Молчат. Заметила? Что она, света эта, всегда в штанах ходит. И в первый мир всегда. Знаешь почему? Так к чему это? К тому это. Лены свои набухшие старые прячет. Морду-то можно еще подуть накачать, а руки и ноги не спрячешь. Видно, что старые штаны одела. Придушилась и стала чистотел. Молчание. Ира плачет. Вот ведь все у них уже есть. Чего только у них нету. Атомной бомбы только нету. И то есть, поди. Все сидят и злобы наливаются. Все злее они, злее становятся. А чего, почему? Ну вот, у вас же все есть. Так радуйтесь. Дома, дома, дворцы трехэтажные построили себе самолеты кораблю у вас. Ну и радуйтесь. Сидят, надуваются, как лягушка через соломику надутая. Потому что все делали, чтобы не завидовали. Чтобы рабствовали перед ними. Чтобы спину клонили. Чтобы за спиной шуршали, сплетничали. А никто не завидует. Никому не надо их богатства. Всем насрать большую кучу, но их богатство. Они все думают, ну почему не завидуют, почему презирают, почему посмеются. Они что, больше знают о чем-то? О чем они смеются и почему смеются? Почему не стоят у нашего дворца, не заглядывают в окна, не смотрят на нашу красивую жизнь, не стоят толпами у дверей, не ждут? Почему? Им что там в темноте интереснее, чем у нас на свету? За окнами. Сама говорила, надо свадьбу такую, чтобы подружки завидовали. А говорила, что дура была. Вдруг поумнела. Поумнела. Эх, Митя, знаешь, а ведь через 10 лет на тебя никто и не посмотрит. Ну на улице никто и не обернется. Это ты сейчас красивый, машина останавливается, бабы за тебя дерутся. А что будет через 10 лет? Никто не посмотрит. Все уйдет. А ты что такое говоришь? Ты откуда это взяла? Ты мое, почему говоришь? Твое? Я говорю, коготок увяз всей птички пропасть. Не каркай тут. Не каркаю здесь. Я его вытащу. Я его наручниками к батарее прикую. Так делают, я слышала. Я гакай тут, я его вытащу, вытащу. Ты ему клетку золотую сделай и не выпускай. Только чтоб по рукам походил, погулял, а потом опять запирай. Не выпущу, он муж мне. А у тебя же штамп в паспорте стоит. И что, и штамп, и что? Видишь, наширенный, а пришел сюда. Витя, Витя, никогда не возвращайся туда, где уже был, где было хорошо и где уже все отжил. Нечего вспоминать, если уж выжжено. Не вертайся. О, с меня бери пример. Я вот, бродяга, посижу тут еще немного и уйду. Всю жизнь гуляю, хожу, счастье ищу. Хватит тебе прочитать и умничать, бродяга ты, ага, учит чего-то. Все, байки, рассказы какие-то, все с улыбочкой такое, будто она что-то такое знает, чего никто не знает. Чего ты знаешь? Знает она, все она знает, дура ты старая. Просрала жизнь и не признаешься себе, что это ты. Ты, ты сына, ты сама и больше никто. Чего? А того. А кто еще? Любила ты его, ага. Любовь это поступки, а ты что для него сделала? Богатство твое он из дома вытянул. Сука ты, ты сама сукой, больше никто. Улыбаешься, добренькая такая бабушка-бабулечка. Змея-то золотая сама и есть. Укокошила сына, сына она укокошила, не следила за ним. Проворонила и проморгала, теперь ходит, всех поучает, учит, как жить. Ты вообще что в жизни понимаешь? Мудрая такая, ага. Что-то квакает, сидит. У тебя вот итог жизни, сын в могиле. Вот и вали за своей философией крестящей. Уйди, молоток сейчас возьму, за чего тебя? Ползи, сын народ, всю клетку сказал, но... Как скажешь. Жираф большой, ему видней. Ушла в округ дверь, Вера держит Виктора за руку.